Спасибо. Немножко сложная задача, потому что уж кто-кто, а эксперты из Армении очень хорошо знают нашу внутреннюю дискуссию. И армянское экспертное сообщество, по крайней мере его часть, является не просто внешним наблюдателем, а участниками российских внутренних дискуссий по разным антиглическим вопросам. Поэтому, наверное, ничего не остается, как говорит Ольга неоткровенно, с такими информированными слушателями. Я думаю, что много сложностей возникает в восприятии и понимании нынешней ситуации от того, что все более-менее понимают, что мы явно находимся не в той точке, в которой хотели быть. Вот сейчас. И в отношении с Западом, и в этом украинском конфликте. Ведь никто же не говорил, что мы к этому идем. Выходили ровно противоположное, вроде бы, и делали какие установки, что, если посмотреть в предыдущие десятилетия неоднократно, наши высокие руководители говорили, не дадим втянуть нас в новую холодную войну. Знаем, что некоторые супостаты на Западе хотят прочертить новые разделительные линии в Европе, хотят обострить. А мы не дадим тебя втянуть в такие игры. Мы будем проводить кооперативную линию и так далее, и так далее, и так далее. И на таком контрасте, ну, мы же все помним, что говорилось 10-15 лет назад, 5 лет назад. И, конечно, на таком контрасте не имеют вопрос. То, что мы имеем сейчас, это провал предыдущей политики, или это что-то закономерное? Закономерное, вот как рассказал сейчас Тимофей, то есть это закономерность. А если это закономерность, то что же мы тогда раньше не знали этих закономерностей, мы их не осознавали? И, конечно, это приводит к тому, что все, кто смотрит на эту ситуацию не нашими глазами, а мы находимся в состоянии жесткого конфликта. Понятно, что это создает определенный у нас настрой. Но все, кто может позволить себе немножко все-таки от этого дистанцироваться и посмотреть со стороны, попытаться посмотреть объективно, но неминуем возникает такой вопрос. Так что же имеет место быть? Вот мы, не готовы внутри страны сказать, что наша прежняя линия была неправильной. Но и нам неминуем, и мы находимся на фоне этого украинского кризиса в состоянии очень глубокого пересмотра всей нашей системы взгляда. И фактически мы приходим к тому, что наши прежние установки были не ошибочными. Они были результатом все-таки иллюзий и надежды на большую разумность Запада, на большую надежду на то, что они не такие, в общем, свинтусы, как оказались. И мы считаем, что произошло такое... Для многих, кто смотрит со стороны, кажется, что ситуация усложнилась. Появились новые водные, кризис какие-то, все усложнилось. А нашими глазами, наоборот, все упростилось. Все стало более ясно, все стало более примитивно. И вся та мишура, которая навешивалась на систему наших отношений с Западом, с Америкой прежде всего, и с американскими сателлитами, вот эта вся мишура ушла, и осталась очень ясная и довольно простая картина. И мы долгое время надеялись на то, что эта картина не такая простая и не такая ясная. Действительно, там есть какие-то сложности, которые создают множество зазоров, и вот в этой сложной картине можно играть. И оказалось все довольно примитивно и ясно, что мы для них даже не просто враги, а мы для них... То, что враг, он тоже может быть в какой-то степени равным. То есть вы признаете за врагом, ну, вы можете с ним быть кардинально не согласны, и поэтому вы, собственно, с ним и воюете. Вы признаете что-то за врагов, интересы, его честь, его какие-то моральные установки. А мы приходим к выводу, что за нами не признают ничего. Ничего из того, что мы сами ценим. И я вполне допускаю, что для тех, кто смотрит на это со стороны, такая наша трансформация выглядит вынужденной. То есть тот, кто думает со стороны, думает, ну, вам деваться некуда, вот вы и передумываете все, что вы думали раньше, потому что зашли вот в такой вот тупик и безвыходную ситуацию. Нам же кажется, что нет, мы передумаем все справедливо. Да, под давлением кризиса, ну, а кризисы вообще, как известно, способствуют ясности мышления. Но, тем не менее, мы избавляемся от иллюзий. Да, может быть, лучше бы, чтобы мы это сделали раньше, ну, вот мы делаем это на фоне кризиса. И поэтому я вполне спокойно отношусь, хотя я знаю, что многие российские эксперты немножко нервничают по поводу того, что наши вот эти трансформации во взглядах недостаточно воспринимаются даже нашими друзьями, не говоря уже о том, чтобы восприниматься там странами, которые больше от нас отдалились. Но я к этому отношусь довольно спокойно. Я думаю, что время покажет, что наша вот эта трансформация нашего сознания и нашего взгляда, хотя является, да, вынужденной, в том смысле, что происходит под давлением кризиса, и мы, может быть, оставались бы в облаке каких-то иллюзий, но сейчас у нас просто нет для этого возможности. Если мы будем оставаться в облаке иллюзий, то мы просто проиграем. И в этом смысле, да, мы как бы вынужденно трансформируемся. Но, мне кажется, мы к этому пришли бы рано или поздно все равно. И сейчас даже, не знаю, согласится Тимофей или нет, есть такой элемент во внутрироссийских дискуссиях и в настроениях внутри России экспертов, что жалко мы раньше не имели возможности перейти к тому, чтобы избавиться от всей этой мишуры и перейти к более ясной картине и восприятия, и изложения. Может быть, если бы мы это сделали раньше, а не продолжали играть в эти всякие игры, недомолвки и такой сложный танцинг с Западом, если бы мы раньше все это порушили, может быть, даже было бы лучше. Не слишком ли поздно мы это делаем. Действительно, события наши недруги представляют в очень простом виде. Они говорят, что мы превращаемся в злобную империю, и начинаем отвоевывать какое-то свое историческое пространство, которое в той или иной степени ассоциируется с нашей историей. Ну и, соответственно, конечно, на фоне этого тезиса легко запугивать другие постсоветские государства, а может быть, даже не постсоветские, там ту же Польшу можно подпугивать, что-то, а куда дойдут эти российские отсылки к истории и попытка привязать свою текущую политику к каким-то историческим аналогиям, особенно, когда это касается конкретных территорий, где, в какие периоды они были. Поэтому, ну, в общем, Запад представляет это все в таком виде, что мы устраиваем переделку истории. И, конечно, они намекают на то, что мы замахиваемся, возможно, на то, какой России была географического планета, период своего расцвета, а, собственно, известно, когда российская территория была самая большая. Это рубеж 19-го и 20-го века. В начале 20-го века, в конце 19-го Россия была самой по истории большой географической державой. После этого мы только утрачивали территорию. Ну, иногда и приобретали, но на границе рубежа 19-го и 20-го века мы никогда не выходили уже. И вот многих запугивает тем, что якобы мы начинаем идти в этом направлении. Мы считаем, что это не так. Более того, мы считаем, что мы становимся по отношению к постсоветскому пространству менее требовательны и менее настойчивы в разных вопросах. Вот у нас есть внутреннее ощущение, и в наших внутренних дискуссиях есть ощущение того, что мы, наоборот, по постсоветскому пространству наконец-то готовы сказать «живите по-своему». Живите по-своему. Но с одним условием. С одним условием. Это именно по-своему. А не то, что приходят какие-то иностранцы и начинают проводить на любой части постсоветского пространства свою линию. А линия у них, как мы считаем, только одна — антироссийская. И вот это настроение очень хорошо как раз в прошлом... Нет, уже в прошлом году за мной презентовали твой доклад Тимофею. Вот Тимофей как раз эти настроения очень хорошо в своем докладе в ноябре, да? В декабре. В декабре прошлого года подвекованно выразил, и его презентация прошла на площадке Валдайской. Вот мы его обсуждали. Хотя мы весь предыдущий год с Тимофеем спорили по поводу его тезисов, и я со многими тезисами не вполне согласен. Но с исходной посылкой, что, да, собственно, вот Россия готова дать гораздо большую свободу самостоятельных решений постсоветским государствам, вот мне кажется, этот исходный тезис, он правильный. Дальше, конечно, там у нас кое-какие были споры с Тимофеем, в каком виде именно это должно происходить, но у нас внутреннее ощущение, что это так. И поэтому, когда нам говорят, да нет, вы имперская держава, вы всех хотите захватить, поработить и, значит, изолировать от внешнего мира, вот это совершенно не совпадает с нашим внутренним ощущением того, что мы собираемся делать. Я бы больше сказал, что ведь интеграция в том виде, в котором мы ее проводили в предыдущие, сколько там, примерно полтора десятилетия, вот эта евразийская интеграция, основной квентесенцией которого является Евразийский экономический союз, ведь она строилась на том, что мы были готовы делиться с постсоветскими государствами с собственным экономическим ростом. То есть мы стали строить интеграцию на том, что вот у нас есть какие-то возможности для роста за счет, в том числе, интеграции в глобальную экономику, и мы готовы подключать других к своему рынку, который растет, и вот другие могут этим рынком пользоваться. Потому что понятно, что в основе евразийской интеграции лежит самый большой на этом пространстве потребительский рынок, а это наш потребительский рынок. Если наши люди богатеют, значит им можно что-то продавать, на них можно что-то заработать, и вот мы готовы всех к этому подключать. И это на самом деле модель, которая была более перспективна в условиях вот тех, когда мы имели с Западом более стабильные отношения. Потому что сейчас, вот даже уже с 2014 года, по мере того, как отношения с Западом ухудшались, ведь для нас все важнее и важнее становится элемент устойчивости. А устойчивость не всегда хорошо сочетается с тем, что помогает евразийская интеграция. Вот что помогает, например, евразийская интеграция? Евразийская интеграция помогала, когда-то, вот когда все это начинали, на рубеже конца 2000-х и начала 2010-х годов, помогал крепкий рубль. Правильно? Потому что все могли что-то, крепкий рубль, значит вы можете что-то продать в Россию, с вами расплатятся крепким рублем, вы его поменяете на много валютнее. И это способствовало же евразийской интеграции вот этому общему рынку. Соответственно, Россия была готова какие-то инвестиции, помощь оказывать. Это тоже способствовала интеграции. По мере того, как мы стали с Западом переходить на более такие жесткие отношения, мы что делали? Мы рубль постепенно девальвировали, потому что это повышало нашу устойчивость. Это повышало нашу, значит, это поддерживало наш экспорт, это давало нам возможность конкурировать за долю рынка мировых энергоресурсов, потому что девальвированный рубль мы снижали наши внутренние издержки на производство этих товаров. А всем, кто с нами участвовал в евразийской интеграции, это было невыгодно, потому что продавать что-то в Россию становилось менее выгодно, потому что рубль слабел, мы на этом зарабатывали больше. И вот мы все пять предыдущих лет находились в условиях того, что вот у нас два этих базовых интереса повышения устойчивости в связи с ростом проблем в отношениях с Западом и необходимость стимулировать евразийскую интеграцию. Вот эти две задачи, они не прям катастрофические, но постепенно приходили в противоречие. В принципе, устойчивость нам легче обеспечивать самостоятельно, вот нам просто самим, индивидуально, без вот этой евразийской фракции. Если бы, конечно, эта евразийская фракция проявляла с нами какие-то общие позиции вовне и проявляла политическую, межполитическую солидарность, то да, если это чисто экономика, то устойчивость достигается индивидуально лучше, чем коллективный. Мы это видели все предыдущие, предыдущие 5-7 лет. Все это я к чему говорю? К тому, что нам на фоне конфронтации с Западом проще быть более одинокой державой, чем стимулировать интеграцию. Поэтому тезис, что мы, значит, идем и всех завоевываем и прообращаем, он просто вступает в противоречие с тем, что на самом деле мы видим изнутри. Что очень коротко, что произошло? Сначала я про локальному уровню скажу, а потом про более глобальный, о котором начал говорить мой коллега Тимофей Позначок. На локальном уровне в украинском вопросе мы зашли, ну так скажем, вот ситуация вокруг Украины, она вот развивалась, развивалась с конца 90-х годов. И в России есть основания говорить, что мы вот в любых, вот Запад создавал какие-то правила игры. Продолжение следует...